Всем привет! Вы смотрите вторую часть видео по установке Phoenix OS. В этом видео я покажу как установить на свой компьютер Phoenix OS с флешки, как создать такую флешку, а также я дам подробное разъяснение проблемы, когда после установки с флешкой операционная система не загружается. Покажу в чем проблема и как ее решить. Также для вас в описании к этому видео я оставил удобные тайм-коды, чтобы вы могли быстро выбрать ту часть видео, которая вам нужна. Если ты еще не подписан на этот канал, самое время это сделать. А также не забудь нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео, которые выходят на канале каждую неделю. Я думаю начать нужно с подготовки всего необходимого для установки. Первое, естественно нужна сама флешка. Я использую на 4 гигабайта. Желательно подобрать достаточно быструю флешку, но если такой нет, подойдет и обычная. Второе, нужен сам ISO образ операционной системы Phoenix, который можно скачать с официального сайта Phoenix OS. Ну и конечно же понадобится программа, которая создаст вам загрузочную флешку. Таких программ достаточно много, но лично я пользуюсь программой Rufus, портативной версией. Она занимает мало места, очень проста и интуитивно понятна. Вы можете использовать любую другую подобную программу. Так или иначе все они похожи. Теперь, когда у нас все готово, можно создать загрузочную флешку. Подключаем флешку к компьютеру и запускаем от имени администратора программу Rufus. В окне устройства нужно выбрать флешку, которую мы делаем загрузочной. Далее, там где надпись «Метод загрузки», нажимаем «Выбрать». Находим и выбираем сам образ операционной системы Phoenix. Затем нажимаем «Старт». В данном окне просто нажимаем «Окей». Программа предупреждает нас о том, что флешка будет отформатирована и данные на ней будут уничтожены. Соглашаемся. Начинается запись файлов на флешку. В окне «Статус» появилась надпись «Готово». Это означает, что наша флешка создана. Теперь можно приступить к установке Phoenix OS на компьютер. Внимание! За все действия, которые вы будете совершать далее, ответственность несете только вы. Так как в результате ошибки, вы можете отформатировать разделы, например, которые принадлежат Windows. Поэтому никуда спешить не нужно. Очень внимательно проверяйте, что вы выбираете. Перезагружаем ПК и в самом начале загрузки нам нужно вызвать бут-меню. На моем ПК за это отвечает кнопка F12. У вас это может быть другая кнопка. Вам нужно будет выяснить, какая кнопка вызывает бут-меню на вашем компьютере. В моем списке отображается несколько подключенных устройств. Но меня интересует всего два. Флешка, которую я записывал ранее. И внешний жесткий диск, который я подключил по USB. Именно на него я буду устанавливать Phoenix OS. Само собой у вас этот список будет отличаться от моего. Например, у вас может быть просто один жесткий диск и флешка. Все зависит от количества подключенных устройств. Выбираем флешку и нажимаем Enter. В этом окне нужно выбрать второй вариант, где написано установить на диск. И вот теперь мы дошли до момента, где и допускается ошибка, которая приводит к тому, что операционная система после установки и перезагрузки не загружается. Все дело в том, что те, у кого возникает проблема с запуском после перезагрузки, на данном этапе просто выбирают раздел, куда установить и продолжают установку. Это неправильно. На данном этапе сначала нужно подготовить диск, куда вы планируете установить операционку, и только потом выбирать его из списка меню, продолжая установку. В большинстве случаев, когда система отказывается запускаться после перезагрузки, проблема заключается именно в этом. Установка операционной системы Android на компьютер отличается от установки Windows, особенно в той части, где нужно выбрать и подготовить место, куда вы планируете установить операционную систему. Теперь я покажу, как нужно подготовить диск и установить Phoenix OS, чтобы потом она запускалась без проблем. То же самое относится и к установке Blizz OS. Итак, возвращаемся к месту, где остановились. Для того, чтобы продолжить, нужно сначала найти в списке свое устройство, куда планируете установку. У вас этот список может быть меньше моего. Первых три раздела это мой основной SSD диск, на котором установлено Windows. Его я трогать не буду. Далее в списке мой внешний жесткий диск, на который я хочу установить систему. Ну и последнего в списке это установочная флешка. Теперь обратите внимание на буквы, которыми обозначается нужный вам раздел. Запомните их или запишите. Это очень важно. Выбираем создать или изменить раздел и нажимаем ok. На этом этапе понадобятся те буквы, которыми обозначается нужный вам раздел. Выбираем раздел и жмем ok. Будьте внимательны, не перепутайте диск. В этом окне выбираем нет. Теперь мы подготовим диск таким образом, чтобы операционная система, установленная на нем, могла самостоятельно запускаться при старте или перезагрузке. Стрелками на клавиатуре выбираем new и нажимаем enter. Далее нужно выбрать primary. Теперь система предлагает выбрать в мегабайтах, сколько вы хотите выделить места для Phoenix OS. И по умолчанию выбирает все пространство. Но вы можете указать свое количество, изменив число. Я оставлю как есть. Следующий шаг очень важен. Здесь выбираем boot table. Обратите внимание, что появилась метка boot, которой до этого момента не было. Теперь для того, чтобы все наши настройки записались, выбираем write. Система просит для подтверждения изменений ввести слово yes. Вводим и жмем enter. Все, что осталось, это выбрать и нажать выход. Мы возвращаемся в первоначальное меню. Теперь наш диск готов к установке любой операционной системы, будь то Phoenix OS или Bliss OS. Далее продолжаем установку в обычном режиме. Выбираем наш подготовленный диск и нажимаем ОК. Здесь установщик предлагает отформатировать ваш жесткий диск в любой из предложенных форматов. Я выберу exit 4 и нажимаю ОК. Установщик форматирует диск в выбранный формат. В данном окне установщик предлагает установить EFI Grab 2. Пропускаем. В следующем окне предлагает установить загрузчик Grab. Здесь нужно согласиться. Далее продолжается установка. Здесь выбираем загрузить Phoenix OS. Выбираем английский язык и нажимаем продолжить. На данном этапе можно подключиться к интернету. Я сейчас этого делать не буду. Это можно легко сделать позже, но вы можете подключиться сразу. Загружается рабочий стол Phoenix OS. Теперь вы можете произвести необходимые настройки. Например, поменять язык системы. Как это сделать, я подробно рассказывал в первой части видео. Теперь я создам простой текстовый файл и сохраню его на рабочем столе. Для того, чтобы проверить, не сбросятся ли настройки и сохраненные файлы после того, как я перезагружу компьютер. Заодно убедимся, что Phoenix OS без проблем стартует и загружается. Выбираю выключить. Запускаю заново компьютер и как видим Phoenix OS без проблем стартует и загружается на рабочий стол с сохранением всех настроек. На этом установку операционной системы Phoenix можно считать завершенной. В данной части видео я показал, как установить Phoenix OS с загрузочной флешки. Как создать такую флешку? Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить выход интересного видео, которое выходит на моем канале каждую неделю. Всем удачи, до новых встреч!